Последнее решение, как и все предыдущие, они все в одном русле идут, все против самхозы, против народа. И я обращаю внимание, что за четыре года, за четыре года вот этой борьбы власти с народом, по-другому это не назовешь, но я еще, откровенно говоря, не видел, почти не видел правосудных решений. Есть, конечно, правосудные, но почти не видел. И начиная, так сказать, с февраля еще 18-го года, когда там небольшая часть акционеров предъявила иски, сразу же началось с того, что наложили арест на земли, которые в 70 раз превосходили размер самого иска. Вот уже мы тогда поняли, что начинается просто судилище. Ну и пошло. Потом иски жены, которая в нарушении всяких традиций Павла Николаевича, которая в нарушении всяких существующих традиций и закона получила две трети. И дальнейшие, так сказать, иски, когда начали еще и людей из квартир выселять по искам судов, которые 7 лет назад приобрели себе жилье. То есть это просто, конечно же, безобразие. Но масса нарушений была, я их не буду перечислять. Это целую энциклопедию можно составить. Ведь ни много ни мало, 1200 заседаний состоялось. 1200 заседаний за это время. Но я хочу сказать, что могло бы быть еще все и хуже, если бы Компартия, лично Зюганов, если бы наша фракция КПРФ в Государственной Думе не помогала бы и не принимала бы меры. Я лично генеральному прокурору на заседании Государственной Думы вручил петицию от сотрудников совхоза, которые обращали внимание на все те безобразия, которые с ними творят. Но вместе с тем я вот с радостью вижу и узнаю, что предприятие цело, что народ бодр, здоров, крепок духом и готов работать, готов воевать. Поэтому всех с Новым годом! Если бы нас в Думе было чуть-чуть побольше, если бы в Думе была помощнее фракция, нас все-таки 57, это маловато. Было бы побольше немного, было бы оппозиции хотя бы половина, мы бы, конечно, этого не допустили, совершенно точно. Мы бы нашли способ, как выйти, скажем, в Конституционный суд с этими вопросами, со многими, которые лично Грудинина касаются. Нам для этого нужно 90 депутатов, кстати говоря. Мы бы могли помочь более эффективно. Но вот в этой ситуации, конечно, приходится помогать, что называется, наполовину. Но все равно помогаем, помогаем многими вещами. Помогаем. Наши протесты, они все-таки помогают.